3 декабря в Беларуси день инвалидов. В Литском районе сейчас около 9 тысяч людей с инвалидностью. Из них 515 детей и подростков в возрасте до 18 лет. В регионе ведется постоянная работа по созданию безбарьерной среды. Для устойчивого повышения качества жизни населения государство обеспечивает социальную поддержку инвалидов. В том числе это и государственная адресная социальная помощь, выплата пенсии, пособий, обеспечение трудовой, социальной, профессиональной реабилитации, реализация государственных программ, в том числе создание безбарьерной среды в нашем районе. Ежегодно составляется план мероприятий по обеспечению безбарьерной среды. Это установка пандусов и поручней как в объектах социальной инфраструктуры, так и в жилых домах. В течение этого года на территории района у нас установлены пандусы Лицким ГУБ ЖГХ в четырех подъездах дома по 7 ноября, в двух подъездах по Крупской улице. Кроме этого, Лицкая музыкальная школа искусств закупила телескопический пандус в связи с тем, что невозможно установление стационарного пандуса, для изготовления которого необходима проектная документация. И установка стационарного пандуса планируется в следующем году. В Лицком районном территориальном центре социального обслуживания единственном в Гродненской области функционируют два отделения дневного пребывания для инвалидов, которые посещают более 80 человек. Для оказания услуг функционируют трудовые мастерские, клубы по интересам, кружки. Это и прикладное искусство, и музыкальное, и театральное. Для того, чтобы обслуживание, мы в течение дня посетить несколько кружков, специально составляется график для их посещения. Сегодня в разных регионах республики прошли мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов. В Лиде такое было организовано во Дворце культуры. В праздничной программе предшествовала встреча людей с инвалидностью со специалистами различных служб города. Это были представители социальной службы, жилищно-коммунального хозяйства, автобусного парка и нотариальной конторы. Ежегодно при проведении торжественных мероприятий, посвященных в том числе и Дню инвалидов, приглашаются службы исполкома. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и здравоохранение, нотариальные службы, службы социальной защиты, РОВД. Службы, где наибольшее количество вопросов возникает у наших жителей. Любой гражданин может встретиться с представителями данных служб и получить все интересующие ответы на их вопросы. После общения с представителями различных служб в программе был праздничный концерт. Его подготовили солисты и творческие коллективы Лидского Дворца культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова